Ваше Преосвященство, досточтимые отцы, братья и сёстры! Мы продолжаем рассказ о исповедническом жизненном пути владыки Иосифа Чернова и сегодня охватим период его жизни в Великой Отечественной войне. Православную Церковь, вследствие её важной роли в русской истории, фашисты решили использовать в своих целях. Религиозными проблемами вплотную занимался Гитлер и считал их одними из важнейших в деле управления покорёнными народами. 11 апреля 1942 года в кругу своих приближённых он изложил своё видение религиозной политики. Это насильственное надробление церквей, принудительное изменение характера верования населения оккупированных территорий, не допускать возрождения сильной Едино-Русской Церкви, поддерживать некоторые раскольничьи юрисдикции на Украине и в Прибалтике, Белоруссии, которые хотели или желали объявить о своём желании объявить автокефалию. Далее задача стояла внедрить агентуру в церковную административно-управленческую структуру и вербовать агентов из среды священнослужителей. Уже с первых месяцев войны практически все православные приходы стали стихийно собирать средства фонда обороны, причём включая те области, которые были уже заняты фашистами. По благословению епископа Иосифа за полгода было собрано 75 тысяч денег. Это было сопряжено с настоящим героизмом, потому что деньги передавали через партизан, с которыми владыка Иосиф был связан напрямую, а они уже переправляли деньги на Большую Землю. Хочется зачитать вам проповедь епископа Иосифа Чернова в этот период. В тот момент, когда наши сердца разрывались от переживаний, когда нам готовилась лютая пытка, о нас заботила вся Россия, заботились бойцы Красной Армии. Они спешили нас спасти, и они нас спасли. Что же мы, пожалеем для них? Нет, русский народ ничего не пожалеет для Родины. Но поступит, по примеру, святившую патриарху Сергия, который, призывая церковь к помощи на нужды освобождения страны, снял бриллиантовый крест с клубукой на перстный крест с груди своей. Далее мы призываем вас, боголюбивых жителей Умани, помочь вашими пожертвованиями через церковь или банк Фонд обороны страны. Лучшая помощь не стоны и слезы, а молитвы и реальная поддержка. Женщины и девушки, не пожалейте своих колец и серег, своих ценностей, шейных крестиков. Они пойдут на помощь вашим мужьям и братьям. Помогите стране, боголюбивые старушки. Не пожалейте для ваших сыновей ничего. Ваша лепта будет принята самим Господом. Вы помогаете спасти церковь от ересь и раскола людей православных от гибели. Помогите стране, помогите мужьям, братьям, сыновьям. За это да вознаградит вас Господь здесь и в загробной жизни. Благословение Господне да пребудет с вами. В Ростовской области в период немецко-фашистской оккупации открылось 243 храма. В Таганроге, в частности, владыка Иосифом было открыто 4 храма. Среди них храм святого Георгия Победоносца. Это был уникальный случай, когда на оккупированной территории православные христиане открыли храм в честь покровителя русской армии. 18 июля 1943 года немецкие власти решили восстановить памятник Петру Первому. Слово на открытие памятника сказал владыка Иосиф. При абсолютной тишине он говорил об императоре, царе Петре Первом и той великой роли, которую сыграл он в деле становления великого государства российского. После проповеди оркестр неожиданно грянул молитву русского народа. Боже, царя храни, сильный, державный, царство на славу, на славу нам, царство на страх врагам, царь православный. И я уверен, писал владыка, что те, кто там были, еще помнили строчки гимна и, вероятно, повторяли про себя. А закончилась эта русская тема совсем оригинально. Артисты дали «Дело было под Полтавой». «Было дело под Полтавой», «Дело славное, друзья». Мы дрались тогда со шведом под знаменами Петра на музыку Ивана Молчанова. В Ростове Владыку вызвали комендатуру. Немцы не могли простить ему его верности московской патриархии и поминовения имени патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия на богослужениях. Его допрашивали и предлагали принять участие в материальной и духовной поддержке пленных красноармейцев, которые сдались немцам в плен. Владыка отказался, и после допроса он был задержан. В ходе дальнейшей беседы комендант спрашивал Владыку, чем бы он мог помогать немецкой армии. Владыка ему ответил, «Могу быть поваром, могу белье стирать и дрова рубить, чему меня научили при советской власти за время моего пребывания в лагерях, но все остальное нет». 1944 год. Киев. Владыка Иосиф был арестован и находился в гестапо. Его допрашивали о якобы проводимой им работе на оккупированной территории через патриарха Сергия в пользу Советского Союза. Также его подозревали в принадлежности к английской разведке. Владыка давал отрицательные ответы. Там он был приговорен к расстрелу. Немцы спешили с расправой над заключенными, поскольку Красная Армия должна была со дня на день освободить город. Но прихожане собрали горсть ювелирных изделий и сумели подкупить заместителя начальника тюрьмы. Вот как вспоминает сам эти дни Владыка. «Я сидел в камере, где окна были без рам, а на улице стоял страшный мороз. Я был почти раздет, на мне был только подрясник. И тогда в этом каменном мешке я просил смерти. Господи, дай мне умереть! Невозможно было, не было сил терпеть эту стужу. Тогда-то я вспомнил о сорока мучениках севастийских и стал им молиться, просить прощения за то, что не оказывал им должного почитания, не понимал их мученического подвига. Молился горячо, усердно, и вскоре от души отступило отчаяние. По телу раздалось тепло, и я согрелся. И после того, как холод и отчаяние отступили, открылась дверь, камеры, и мне принесли передачу. Святые дары, хлеб и теплую одежду. Было расстреляно 600 человек, и владыка слышал, как за ними приходили, уводили и раздавались выстрелы. В три часа все смокло. Владыка вспоминал. Приходит ко мне фольксдойч и говорит по-немецки, «Вы в большой книге уже помечены, как расстреляны». Он меня обнял и поцеловал. «Послезавтра мы уходим, а завтра вы посидите спокойно здесь». Вот так я сидел и переживал там первую ночь. Всего владыка провел в гестапо 66 дней. Раиса Семеновна Табаранская, чей отец помогал передавать святые дары владыке в тюрьму, вспоминает, Когда немцы под натиском Красной Армии вновь ушли из города, в Умань явились представители из Англии. Для них был устроен прием местными властями, и владыка Иосиф был приглашен на эту встречу, так как он состоял в комиссии по расследованию зверств немцев. Писатель Борис Паревой в своей книге так описывает свою встречу с английским журналистом Александром Вертом. Не знаю, что там пишет Александр Верт о развеселом этом архиерее, но при всем при том, по свидетельству подпольщика всей пастыры, вел себя при немцах вполне прилично, помогал чем мог партизанам. А местному гибет комиссару так и не удалось ни кнутом, ни пряникам уломать его служить молимен за победу германского воинства и признать какого-то там берлинского Серафима, что, несомненно, было с его стороны проявлением гражданского мужества. После освобождения из гестаповской тюрьмы владыка Иосиф проживал в Умане, ожидая назначения на вакантную кафедру. Патриарх Московский и вся Руси Сергий вел переговоры по вопросу назначения владыки Иосифа с председателем Совета по делам Русской Православной Церкви Карповым. Было принято решение, что владыка должен приехать в Московскую Патриархию, но владыка Иосиф доехал на автомашине только до Киева, где был арестован органами НКВД и препровожден Москву. Во время следствия его допрашивали, пытаясь узнать, как он остался в живых, поскольку в немецких списках он числился как расстрелянный. Владыка вспоминал, «А когда меня наши арестовали, я в Москве на Лубянке рассказывал чекистам, так вы думаете, я у немцев расстрела боялся? Я был подготовлен. Я одного боялся, что они, паскуды, плохо расстреливают заключенных. А вы герои, вы умеете хорошо расстреливать. Я был хорошо подготовлен к смерти, поэтому, где мне грозилась смерть, я уже не боялся. Я уже был героем, пережив все страхи и встречи со смертью. Надо страхи пережить, надо быть безразличным и хладнокровным к смерти». В Бутырке сотрудники НКВД вывели Владыку на расстрел, поставили к стене и подняли оружие. «Ваше последнее слово», — сказали они. Владыка перекрестился, «Верую, войди на Бога Отца Вседержителя», и тогда они опустили оружие и отвели его обратно». Во внутренней тюрьме Владыка Иосиф находился в одной камере вместе с епископом Мануилом Лемешевским, впоследствии митрополитом Куйбышевским и духовным отцом будущего митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна Снычева. Владыке Иосифу задавали такой вопрос, «Как вы рукополагали неграмотных простых мужиков во священнике?» Он отвечал, «На безрыбье и рак рыба, лучше нет и не будет. Они, как апостолы, малограмотные, но зато страдальцы и верные служители Богу». В 1946 году военный трибунал войск НКВД Северокавказского округа осудил Владыку Иосифа как государственного преступника по статье 58 пункта 10 части 2 Уголовного кодекса и лишил свободы сроком на 10 лет с поражением в правах на 5 лет из конфискации имущества. Владыку отправили в Челябинский лагерь. Это был его четвертый арест. В этом лагере Владыка говорил как-то, что от беса духовного отмолишься и открестишься, но от видимого врага чекистов не отмолишься и не открестишься. В заключении Владыка был поваром. Он готовил в огромном котле на 10 человек и к 7 утра уже нужно было подать завтрак. Ростовское таганрогское паство помогало ему продуктами и теплой одежды. Владыка описывал, как у него валенки украли. После этого решили прислать ему валенки разные, один черный, другой белый, чтобы не украли. Так он их носил. А за табак? За табак можно было достать все, что хочешь. Владыке всегда за табак во всем помогали. Однажды украли у Владыки Иосифа топоры и пилы. Горсточка табака, все, сразу все нашлось. Зэки и дрова помогли расколоть и напилить. Поэтому даже Югумен Пимен из веков, впоследствии будущий патриарх московский и вся Руси, высылал ему в заключении табак. О своем пребывании в Челябинском лагере и встрече там с Владыкой Иосифом вспоминает Алексей Сапожников. Зона была на 5000 человек, 50 бараков, оцепления, пулеметы, часовые. Это был настоящий ад. Когда много людей и все они голодные, обозленные и как львы готовы тебя растерзать, не дай Бог быть между ними. А его уважали. Он хоть и зэк, но не равнялся с ними. У него отношения к людям особо было. К нему тянулись, потому что когда стоишь около огня, он тебе греет. Так и около такого человека. А в воскресенье все по кучкам собирались. Кто там только не сидел. Вокруг плодыки кучка людей собиралась, которые по 58 статье шли. О чем он говорил? О церкви. О спасении души. О терпении. Как он мог утешать? Кто-то с обидой жаловался, как ребенок, что ему невыносимо то, да то, да то. Ну, ни за что же нас осудили. А он добавлял к этому, что и святые ведь люди тоже ничего неплохого не сделали. А какие муки терпели? Их и наказывали, и на костра разжгли и резали. Было это? Было. Мы не первые, не последние, говорил владыка. В Челябинском лагере произошел такой случай. Вызывает однажды владыку Иосифа, начальник лагеря, и говорит, Иван Михайлович, я вас вызвал для того, чтобы вы помогли моей жене родить. Первый наш ребенок умер при родах, когда жене делали кесарева. Сейчас снова приближается время ей рожать, а она боится, что все опять повторится. А нам так хочется иметь ребенка. Я, хоть и не верю в Бога, но вы, говорят, чудеса творите. Я стал отказываться, вспоминает владыка, но начальник настаивал уже в приказном порядке. Прихожу в свой барак, рассказываю эту историю одному своему другу-академику, с которым я всегда всем делился и которому доверял. Это был человек с большой буквы. И он дал мне совет. Изготовить для женщины два порошка из хлебной соды и соли, что я и сделал. Вскоре снова вызывает мне начальник лагеря, и мы идем к его жене, которая встречает нас со слезами. Я прочитал молитву, дал ей эти порошки. Она их приняла и в ближайшее время родила, как положено, здорового ребенка. Сколько радости-то было, трудно описать. В этом лагере я пробыл несколько лет, и мне изредка приходилось видеть этого младенца. Владыка вспоминал, как он тайно крестил детей офицеров по просьбе их жен. Пойдем в лес гулять. Мать берет для ребенка водичку. А у меня всегда была мира. Молитвы я на память знал. И вот гуляем, я прочитаю молитву. Водой ребеночка окроплю, миром помажу. Это было неоднократно. А однажды в бане возводил одного священника в Сан-Протоирее. В 1948 году владыка был переведен в один из крупнейших исправительных трудовых лагерей – карагандистский лагерь Карлак. Архимандрит Наум Свято-Троицкий Сергий Лавры при своем посещении митрополита Иосифа в Алма-Ате слышал от него лично такой рассказ. Медсестра Евгения Иосифовна ушла из лазарета, где лежала беременная женщина на прогулку с инженером. По графику, она должна была рожать через восемь дней. И вдруг родовые схватки начались. Санитарки бежать из страха кричат «Иван Михайлович, владыка, владыка, помогите!» «Так я что ж, я ведь не женщина, я мужчина, да и мне не положено. Вы сделайте, что можете, сами помогите ей». «Ой, мы боимся, помогите, помогите!» Пришлось владыке идти принимать роды. И владыка рассказывал, как он пришел, как женщина это мучилась, а потом стала рожать. И владыка помогал младенцу выйти на этот свет. Родился мальчик, владыка отрезал пуповину, владенец закричал, и его отдали матери. Прибежала медсестра. «Владыка, прикройте меня, ведь я с дежурства уходила. Ничего, ничего, не плачь, все уладится, тебя не будут ругать». Этот младенец, когда вырос, навещал владыку в Алма-Ате. В автобиографии митрополит Владыка пишет, «И уходя не раз в исправительный трудовой лагерь, я ободрял в пути товарищей своих, служим родине и за проволокой». С тех пор вся жизнь архипастрии была связана с Казахстаном. 4 июня 1954 года Владыка Иосиф был освобожден и этапирован на поселение в Кокчетавской области. От владыки потребовали подписать следующий документ. «Я, спецпереселенец Чернов Иван Михайлович, даю настоящую расписку в том, что указом Президиума Верховного Совета Советского Союза от 26 ноября 1948 года о том, что я выслан навечно и за самовольный выезд, побег из места обязательного поселения подлежу привлечению к уголовной ответственности и осуждению к 20 годам каторжных работ». Владыка рассказывал, что ссыльных в алфавитном порядке заставляли расписываться под этим документом. Некоторые не соглашались, отчаивались, теряли сознание. Фамилия Владыки стояла по списку в числе последних. Но он, видя, какое потрясение испытывают люди, вышел, расписался первым и спокойно сказал, «Нет ничего вечного под луной, братья, подписывайтесь, это не на всю жизнь». 10 апреля 1956 года, через два года постановлением генерального прокурора приказ о вечном поселении был отменен. Вот что вспоминает протерей Валерий Захаров, настоятель Святой Никольского хора в городе Алма-Ата. Однажды, под вечер, Владыка услышал тревожный стук в окно. Подойдя и отодвинув занавеску, он увидел, что у окна стоит женщина. Владыка открыл дверь и вышел к ней. Но не успел он еще задать ей и вопрос, как женщина, отчаянно плача, стала умолять Владыку окрестить ее ребенка, который недавно у нее родился и вот сейчас на ее глазах умирает. А она, как человек верующий, знает, что если ребенок умрет некрещенным, он не будет наследовать Царство Небесное. И Владыка рассказывает, передо мной встала дилемма, что делать. С одной стороны, пасторский долг повелевает мне совершить это таинство, так как ребенок умирает. А с другой стороны, ведь я здесь на виду, и если совершу крещение, завтра же об этом станет известно в НКВД, и на меня заведут новое политическое дело, и нарушая эти правила, мне грозит новый срок, минимум пять лет. Что делать? И тогда Владыка принимает, как он выразился, соломоновое решение. Он сказал ей, хорошо, успокойтесь и не вопите. Запеленайте своего ребеночка, возьмите ведро и идите к колодцу, как будто за водой. У Владыки вместе с запасными дарами хранилось и Святое Мира. Один палец Владыка помазал елеем, другой – Святым Миром, взял ведро и пошел к колодцу. И дальше для внешнего наблюдателя показалось бы, что у Владыка происходит такая игра, дедушка – игра с младенцем. Но на самом деле происходило таинство крещения. «Я как бы немножко склонился над младенцем», говорит Владыка, «а сам в это время быстренько-быстренько прочитал положенные молитвы, помазал елеем, окропил его колодезной водой, помазал Святым Миром. А утром пришло известие, что этот ребенок умер. Но я был счастлив, говорит Владыка, что выполнил свой пастырский долг и душа ушла в жизнь будущего века не погибшей». В дальнейшем, когда Владыка жил уже в Кокчетаве, эта женщина неоднократно приезжала к нему и в знак благодарности за спасенную душу своего ребенка привозила для Владыки свои домашние пироги. В 50-е годы в Казахстане Владыка Иосиф, ему было уже 60 лет, в совхозе Лобатинском он возил на боках воду для работников целины. По причине того, что Владыка был лишен возможности посещать церковь, он обратился с спрошением в Кокчетавской областной МВД жить там, где есть церковь, и его ходатайство было удовлетворено. Владыке разрешили проживать в городе Кокчетаве. В заключение данной нашей конференции сегодня хотелось бы сказать, что в период Великой Отечественной войны Владыкой было написано три акафиста. Святителю Павлу Исповеднику, Великомученику Иакову Персиянину и преподобной Пелагии Антиохийской, о которой мы с вами вспоминали на прошлых встречах по теме «Отцы и святые Девы непорочны». Это когда речь шла о Маргарите. Она вела неблагочестивую жизнь, вводя грех многих мужчин, и однажды услышала проповедь епископа «Нона о страшном суде», которая ее так потрясла, что она захотела креститься. И она свою жизнь закончила в пещере, облачившись в мужскую одежду. Умерла в посте и молитве. И святую Пелагею Владыка составила акафист. Вот что он вспоминает в одном из писем своей духовной дочери. Он пишет так, как он увидел рай. «Дорогая и родная внучка Раиса Семеновна, в Азове в начале 1942 года я начал писать акафист преподобной Пелагии Антиохийской и летом в июне окончил. Тот муж юноша инок, писавший его, очень смущался, будут ли приняты преподобной эти малые его труды. И молил Господа дать указания и молил преподобную принять или отвергнуть. Накануне того дня, когда был прочитан за богослужением акафист под утро, этот скромный автор и недостойный творец акафиста видел сон такой. Он видит себя в очень большом красивом саду. Этот автор как бы еще мальчик в штанишках и рубашечке только поражен красотой сада. Он волнуется, боится и никого из людей там не видит. Он бегает в один из павильонов, состоящий из цветного металла и толстого стекла. Там на полках до потолка в четыре ряда стоят красивые корзинки с разными фруктами. Вдруг летает белая-белая голубка с красным гребешком на голове. Она, облетев несколько раз вокруг единственного этого человека, села на край и от восторга вскликнул. За одну копейку такое чудесное яблоко и проснулся с полными слез глазами и биением сердца. Автор, конечно, понял, что его, хотя и копеечный труд, но принят преподобное, и сам он еще малый-малый человек. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу. Благодарю вас за внимание. Благословите. Батюшка, благодарим вас за очередную беседу о жизни митрополита Иосифа Чернова, митрополита Алматинского. Батюшка, действительно, отец на ум рассказывал многое из жизни митрополита Иосифа, ну и, несомненно, был уверен в его святости. Говорил, что владыка Иосиф имел дар непрестанной молитвы, которую он приобрел, находясь в тюрьме в тяжелейших нечеловеческих условиях. Петя всегда не роптал, молился Богу, нес этот подвиг исповедника. Так вот формировалась его личность, его подвиг. Ну и далее нас ждут еще ваши лекции о его пастырстве и архипастырских подвигах, о его святых современниках, как он дружил с преподобным Севастьяном Карагандинским и еще там были ученицы Севастьяна Карагандинского, духовные такие люди. Благодарим всех за внимание. Спасибо Господи! Господи! Продолжение следует...